добрый вечер дорогие друзья у нас губернатор издал указ о том что вводятся меры и рекомендовал в этих мерах всем гулять вот мы с матушкой пошли гулять и без этих мер мы каждый вечер гуляли но уже хорошо так вот как-то приятно что кто-то пожалел тебя и издал указ я такую подводку сделал к вопросу который мне сегодня задали вопрос такой чем отличается жалость от утешение то есть это одно и то же или не одно и то же я вам скажу так что естественно это не одно и то же но одно то есть вот утешение она по моему не может быть без жалости давайте разберемся что же такое жалость поскольку она в основе утешения все-таки находится и жалость это форма проявление эмпатии человека к ну любви так можно сказать хотя честно говоря это немножечко все равно не любовь поскольку пожалеть можно и человека которого не любишь то есть все таки это такое проявление эмпатии ну посмотрите мы с вами рассматриваем разные виды жалости вот в том числе иногда и могут сказать но он притворная жалость у него какая-то то есть очень много людей которые могут сделать вид что жалеют они разговаривают там особым языком они вид делают такой и все остальное я одну женщину все время таким образом любовался которые приходила начинала разговаривать и все время так снизу как-то смотрела значит и так очень сочувственно вот прямо у нее слезы стоят в глазах так можно сказать но только она от человека отворачивалась тем более если этот человек отходил куда-то все у него сразу становилось железное лицо и начинала говорить гадости про этого человека он только что пожаловался но она всем сразу объяснит почему у него такие проблемы и почему в этих проблемах он и виноват и вот я таких людей с таким лицемерным поведением лично не считаю способных жалеть хотя они сами иногда представляются и вид такой делает что они так как раз больше всех и умеют жалеть что ты прямо такой у них объект жалости что они готовы для тебя все сделать но на самом деле это люди я не знаю как сказать они здесь может быть без какой-то глубинный что лишь эмпатии или вот не могу сказать как как вот это но вы таких знаете точно они очень часто встречаются способны ли такие люди утешать а вот интересно то что утешать или утешение это талант на мой взгляд и самое то интересное что иногда утешителями бывают люди которые не умеют проявлять жалость или по крайней мере никогда не пытаются показать что они проявляют жалость и что они вот так к тебе относится у них этот талант на мой взгляд часто даже как-то вот сверху или свыше вот дано что-то сверху как бы вот от рождения и эти люди привлекательны потому что могут это делать у меня есть одна знакомая которая боится брать трубку она ну в она конечно тоже такой успешной семьей сама такой хороший человек но у нее главное свойство это утешать и вот ей подруги которые всю жизнь тоже там в очень успешных семьях с успешными значит делами и так далее как чё-то у них случается звонят и пытаются с ней разговаривать и вот разговаривают без остановки потому что им достаточно нескольких слов которые скажут она и они утешают им становится хорошо и это талант действительно интересный нет я не обязательно видел таких там скажем интеллигентных людей которые так могут утешать вот я видел их простых людей у которых прямо один-два слова и все как-то на место становится и все как-то становится просто легко и они умеют какие-то присказки сказать такие которые к этому относятся к утешению и поэтому ну вы их знаете это такие утешители но талант редкий талант редкий если жалеть может почти каждый другое дело что чего он жалеет кого он жалеет за что он жалеет это уже длинный такой разговор поскольку эти жаления зависит от самого мировоззрения этого человека жалеющего то есть у него могут быть воспитаны качества или понятия или понятия которые у другого не принимается как сожаление то есть например люди очень многие сейчас жалеют кошек собак там животных а другой человек не жалеет кошек собак то есть у него какой-то на это взгляд другой так вот могут сказать ой он бесчеловечный человек он значит он не жалеет а как а может быть он на другое направляют свою жалость там реабилитации детей например или еще кого занимается ему жалко отвлечение средств на какие-то другие формы и все и он уже в глазах может выглядеть и а утешение она всегда в общем то практически одинаково действует на всех какие бы слова не сказал поскольку главный результат утешения это успокоение того кого утешают и его хорошее состояние вот так вот поэтому я конечно вам рекомендую что если вы хотите быть утешителем то нужно иметь для этого мы заплутались тут маленечко идем продолжаем искать ольхуев какие-то чипы же под страшными проводами залезли поэтому но у нас же есть профессиональный утешитель и мы это знаем это психологи поскольку у него главная задача быть утешителем его результат деятельности если человек утешил и вот здесь у меня знаете очень большой вопрос потому что я часто вижу психологов профессиональных которые занимаются профессиональным утешением не имеющих даров утешение то есть они обучаются обучаются слова какие-то особые говорить схемы какие-то надавливать на мотивационные точки у человека чтобы его убедить в том что что-то ему нужно сделать и как-то ему нужно утешиться но результат как правило ну если у вас есть опыт хорошего психолога который вам действительно хорошо помог и там все это то просто мне скажите потому что я к сожалению много видел психологов я и сам профессиональный психолог мачкова профессиональный психолог но чаще всего когда я встречаю человека который прямо вот объявляется я психолог и получаю деньги за утешение и рассказывает о разных схемах как это все сделать я ему не верю у меня почему-то нет такого вот я простых людей которые это делали без денег которые это просто из любви к человеку и отношении хорошего к нему легко утешали пару словами знаю а вот таких профессиональных утешителей и как раз одна из проблем что у них чаще всего и нет жалости они наступают начинают всем этим заниматься с человеком из расчета из какого-то такого профессионального может быть профессионализма но чаще всего без жалости и утешение это получается достаточно сомнительное так что вот так друзья без жалости правильные жалости нет утешения нет утешения но при жалости человек может не быть утешителем просто он не умеет этого делать ну или как-то не способен или дара нет вот так все помоги всем господь здоровья всем радости утешение аминь